В Актюбинской области выносят судебные решения по делам о ношении школьницами мусульманских платков. В областном управлении образования сообщили, что родители из трёх районов, которые не отпускали детей в школу, обязали выплатить штрафы в размере пяти месячных расчётных показателей. И в случае неподчинения правилам они будут привлечены к более крупным штрафам. Некоторые родители подали в суд на школы. Суд, рассмотрев дело, 1 февраля не удовлетворил иск родителей. Это в основном были родители учащихся городских школ школы номер 49, 8, 36 и 13. То есть вынесли решение, обязывающее выполнять внутренние правила школ. По данным областного управления образования, осенью 162 из 340 учениц согласились приходить на учёбу в школьной форме. Между тем, родители, обратившиеся с жалобой на нарушение прав их детей, недовольны решением суда. Школа – это общественное место, место, где учатся дети. Я недоволен тем, что попраны конституционные права моей дочери. Судья говорит, что вынес решение на основании статей 1 и 48. Мы обратились к суде и сказали, что преследовали цель выяснить, почему наших детей не допускают к занятиям в школе. Почему вы не рассматриваете этот вопрос, спросили мы. Однако судья вышел безмолвно. Субханаллах, мы недовольны. Спор вокруг ношения платков в Ахтубе разгорелся в начале учебного года осенью прошлого года. Причиной споров стал приказ министра образования об утверждении требований к обязательной школьной форме за номером 26 от 14 января 2016 года. Согласно правилам, школьная форма включает в себя пиджак, жакет, брюки, рубашку, юбку и классическую блузку. Недопуск учащихся из-за ношения платка грубо противоречит закону. У меня на руках закон об образовании. В статье 27 говорится, что среднее образование в Казахстане бесплатное и обязательное. В целом, в какой бы форме ни приходили школьники, министерство и власти обязаны дать им образование. Ранее депутат мажориса парламента Бахатбек Смагул во время встречи с жителями в Ахтубе также принял участие в обсуждении вопроса о ношении платков. В ходе встречи некоторые родители выступили с предложением открыть для этих девочек отдельную школу-медресе. В связи с этим министр по делам религии и гражданского общества сказал, что родители вправе открыть такие школы за счет спонсорских средств.